Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, добрейшее из святого города Иерусалима, святой город Иерусалим, все так, что сейчас прямо реально, как написано, что из Сеона выйдет Тора, что из Идварашем Иерусалима, и Слово Всевышнего из Иерусалима, то есть все пророчи с нас бываются, представляете, прям очень удивительная эта вещь, что вот так можно из одного места мира вот так передавать сигнал во все места вообще, ну это просто фантастика, жаль, конечно, что этой технологии не было лет 2000 назад, когда как раз был храм, когда мы могли бы сейчас сидеть бы, слушать, вот сегодня у нас Мишна, третья глава, Раби Елизара Мудаи, и он жил где-то в 120 году нашей эры, ну то есть всего, получается, 1900 лет назад, если бы вот услышать его, его лично, как он эту Мишну рассказывает, я думаю, что было бы впечатление побольше, чем вообще было бы реально большое впечатление. Значит все, мы в третьей главе, в третьей главе мы изучаем, какие действия делать нельзя, что считается грехом, как от него предостеречься, как вообще предостеречься от опасности в этом мире, потому что, как говорил Раф Деслер, он говорит, что говорит прошлое? Прошлое только зихронот, только воспоминания. А что такое будущее, говорит? Это надежды и деменот, надежды и иллюзии, говорит. А что говорит такое настоящее? Он говорит, вот на настоящее ты должен обратить внимание, потому что это жизнь твоя, он говорит, вот твое настоящее, это твоя жизнь, это Раф Деслер говорил, это стих он написал, это жизнь твоя, и хаейха, и он говорит, жизнь твоя, это настоящее, векуло, рак, не сенот, и все одни испытания. То есть вот каждая секунда настоящего, это испытание. А испытание это слово не сайон, не сайон это слово на иврите не сайон, оно или тебя поднимает, или ты падаешь. Вот что такое испытание, да? То есть когда испытание, оно или делает тебя сильнее, или ты сломался. Понятно, да? Интересно. Хорошо, теперь что нам говорил Раби Элязара Мудаи? Раби Элязара Мудаи, всем шалом, всем ботертов, он нам говорил следующую вещь. Раби Элязара Мудаи говорил, а Михалель это Кудашим, он говорит, как-то обесценивающее святое, Кудашим это были жертвоприношения, Кодшим жертвоприношения. Вэм ивазэ это Амуадот, и тот, кто пренебрегает Амуадот праздничными временами, праздничными днями. Вэмалбин, вэмалбин пнехавероберабин, и тот, кто делает бледным лицо товарища публично. Вэмэфэр бритошэль Авраам Авину, и тот, кто Амуфэр, это как бы, ну еще тоже пренебрегает, другой случай, пренебрегает союзом Авраама Авину, союзом обрезания, который заключил Авраама Авину, и тот, кто открывает лицо Торы, не как говорит закон, то есть перечислено много вещей. То есть высшая награда, вот эта вечная жизнь, он теряет, несмотря на то, что у него есть и Тора, и добрые дела. То есть тут очень интересно, да, то есть здесь как бы перечислены такие действия, которые они очень, даже их сложно назвать преступлениями, они такие сомнительные действия, но как раз вот этими действиями человек теряет свою долю в грядущем мире, представляете? Давайте разбираться, что за действия, что это за действия такие? Значит, первое действие, которое перечислено, Амихалэль, это Кадашим, тот, кто обесценивает, Кадашим это жертвоприношение святое. То есть в то время, когда еще был храм, были, приносили, куаним священники приносили жертвоприношение, имеющие статус святое, все, что относилось вот к храмовой деятельности, оно имело статус святое. Это очень, там сложные законы, сейчас этого уже нет, то есть мы ждем, что будет третий храм, но в этом мире, вот Бог, написано, Бог, Он святой. Что значит святой? Или человек становится святой? Или когда заповедь делаешь, перед заповедью говоришь, Ашерки душану бы митсватав, который осветил нас своими заповедями. Что имеется в виду, это слово Кадош, Кадош, то есть слово Кадош святой, это то, что отличается от этого мира. То есть святое, есть будничное, вот этот весь мир, есть материальное, а есть Кадош святое. Так вот, Бог, Он Кадош, мы, ангелы говорят, мы говорим Кадош, 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 то есть Он вообще отделен от этого мира, Он не этот мир, Он за пределами этого мира. Теперь Бог Кадош, теперь когда Он, мы делаем заповедь, Ашерки душану бы митсватав, заповедь, выполнение воли Бога, делает человека Кадош. И в этот момент, то есть через заповедь, ты становишься чуть больше святой, и ты больше способен воспринять Бога, который святой полностью, Он и есть святость, Бог, да, вот это вот. Святость можно описать только формулом, это не материальное, не вот это, то, что не принадлежит к этому миру. Теперь, значит, тот, кто обесценивает святое, вот эти жертвоприношения, то есть там есть законы строги, а есть, например, рассказывается одна история в Талмуде, в Иерусалимском, как был один священник, и он, значит, он когда работал с жертвоприношениями, он, значит, ну, тогда перчаток не было одноразовых, но он как-то руки заматывал чем-то, ему неприятно было притрадиваться к святому. То есть, и он этим, как бы, делал это, ну, в общем, так нельзя было делать. И что с ним дальше произошло? Был там царь и царица, и они сидели, значит, и начали спорить. Это был царь из рода Хашманаима, это были, которые священники Хашманаима, которые стали царями. Интересно, что так как они не должны были быть царями, должны были быть священниками, то вся их семья погибла в итоге. Но они несколько поколений, все Хашманаимы, все погибли, у них никого не осталось. Зато Ордус их убил, да, но имеется в виду, что они были правили, то есть, царскую власть им нельзя было брать. И, в общем, там было царь и царица из рода Хашманаи, это рассказывается в Иерусалимском Талмуде, и они поспорили за едой, какое мясо вкуснее. Или мясо вкуснее, значит, баранина, кевес, или мясо вкуснее гди, где это козленок. И они так заспорили очень серьезно, и царь говорит, давай сейчас позову священника, священник скажет, пускай он нас рассудит. Позвали этого священника, который в руке заматывал, когда с жертвоприношениями работал. Ему говорит царь, ну что говорит, какое мясо вкуснее. Он говорит, вы знаете, говорит, не знаю, какого вкуснее, но то, что круче баранина, это понятно. Потому что где этого не приносят в жертвы, а баранину, ну это, кевес приносят, да. Поэтому раз жертвоприношение приносят кевес, кевес круче. Царь говорит, ах ты, говорит, я тебя позвал зачем? Чтобы ты подтвердил мою точку зрения, а ты еще против меня выступил, и, значит, против меня выступил, и, ну, подтвердил неправильную точку зрения моей жены. Говорит, я приказываю за такое пренебрежение царской властью отрубить ему правую руку. Значит, и его повели отрубать ему правую руку. Он с этим договорился, с которым руку обрубал, что он ему дал взятку, и что кто-то ему обрубил вместо правой левой руки. А до царя это дошло. До царя дошло. И царь его позвал и говорит, отрубите ему и правую тоже. Ему отрубили так две руки. Вот так ему пришло наказание за то, что он пренебрегал святым, вот этими святым. То есть, это, я, как я уже говорил, что мы учили, что Каэль эти в экклезиасте, царь Соломон говорил, альтеца дикарбе, не будь слишком цадиком. То есть, заходя вот в эту вот плоскость слишком высокой духовности, слишком близости к царю, к Богу, да, который, который это Бог, это надо понимать, что он, все мироздание на нем держится, да, и вступая с ним в коммуникацию, вступая с ним в коммуникацию, то там очень все, ну, это как ты вот, ты приходишь, например, во дворец там какого-нибудь диктатора, да, и ты в этом во дворце диктатора, ты, ну, начинаешь шутки шутить. Там нельзя шутки шутить, чуть-чуть сразу, и все, шутки плохо заканчиваются. Хорошо, теперь что такое, что такое он сказал, амивазе этому аду, тот, кто пренебрегает праздниками, временами. Есть праздник, это как шаббат, да, все праздники, которые перечислены, в них нельзя делать работу, это время, посвященное Богу. Тут все понятно. Но есть времена, которые называются холямоэд. Холямоэд это полупраздничные дни, это семь дней суккота, семь дней песока внутри, да, которые называются холямоэд. Они называются полубудничные, полупраздничные. И по ним есть много законов, что можно сделать, что нельзя, например, работу какую-то можно делать, что если будет убыток или ты потеряешь. Там очень, очень есть много нюансов, на которые, которые, как бы, если твое намерение это именно служить Богу, тогда ты в них, в этих нюансах, устражаешься. Если твое намерение больше заниматься будничными своими делами, то тогда ты, значит, пренебрегаешь ими. Сказал нам в рабе Елизаро Мудаи, что тот, кто пренебрегает святыми вот этими жертвоприношениями, тот, кто пренебрегает вот этими вот временами праздниками, полупраздничными, тот, кто амалбин, пнехаверобарабим, тот, кто заставляет бледнеть ближнего прилюдно. Это тоже такая очень интересная штука. В Талмуде разбирается, например, история с Тамар, которая, которая была Иуда, глава колена Иуды, который шел и там она переоделась в проститутку, потом он с ней, она забеременела, но когда ее привели сжигать, она сказала, что я, значит, забеременела человека и не сказала, от кого, передала вот эти вот знати, которые он ей дал. И Талмуд говорит, что лучше, лучше, значит, человеку прыгнуть, ну, чтобы его сожгли, чем опозорить другого, прилюдно. Представляете? То есть, настолько, настолько, вот этот вот нюанс, но при этом, как бы формально, никакая, никакая запрет, нет такого запрета, что нельзя сделать, чтобы человек повреднел прилюдно. То есть, формально, это не нарушение, да, но внутренне, как бы, это похоже на убийство. Так говорят большинство комментаторов, когда спрашивают, почему такой, такой стройный суд за это, это похоже на убийство. Что такое пренебрегает союзом обрезания Абраама Вину? Это, как бы, главное, есть три заповеди, которые называются знак. Значит, первая заповедь, которая называется знак, это знак на теле. Знак на теле, это обрезание. Это заповедь знаковая, в которой, в которой еврей подтверждает, что он, что он на союзе с Богом, и что вот это, прям, печат на теле, знак. Теперь, если родители сделали этот знак, ребенка обрезали, то, ну, как бы, они, они этим уже доказали, что они вводят в какую-то концепцию, что вот ты военно обязанный, ты обязанный, значит, мы тебя с детства обрезали, то есть, это, это как бы работа родителей, но, если они, в сути, сделали ему обрезание, ребенку, то тогда получается, что они, то есть, у них есть в их понятиях, и мировоззрении, есть связь с Богом. То есть, они, как бы, эту связь не прерывают, и можно предположить, что ребенок, помимо обрезания, получит понимание, зачем оно делается, и что это значит, то есть, это знак. Теперь, если человек находится в статусе, вот те евреи, которые выросли в Советском Союзе, они находятся в статусе украденные дети, Маугли, то есть, ну, Маугли, да, то есть, тот, кто родился в идеологии, и в него эту идеологию с детства, в любую идеологию, которая не тараническая, не идеология, которую дал Бог, любая другая идеология, она придумана людьми, и получается, что если ребенка взяли из детства, впихнули в эту идеологию, то он Маугли, то есть, неважно, или его волки воспитывали, или его воспитывали хиппи, или, ну, то есть, это одно и то же, что волки, что хиппи, это не божественная идеология, а это какая-то там история о мире. Получается, что, получается, что тот, кто пренебрегает вот этим союзом, Авраам Авину, то есть, это главный союз, я вступаю в союз с Богом, союз обрезания, и тот, кто здесь говорили, что значит пренебрегаешь, или ты обрезанный, или не обрезанный, но, оказывается, были в то время, как раз, когда вот эта вот мечта написана, была очень модная римская культура, греческая культура, и были такие евреи, которые, они свое обрезание потом пытались обратно нарастить, делали, как пластические операции такие, как бы вытягивали, то есть, считалось, что в Греки же они были сумасшедшие, они голые бегали, в Греки бегали голыми, то есть, у них вот Олимпиады были, они полностью голые, боролись там, копья кидали, в диски какие-то бросали, но все делали голыми почему-то, и евреи, которые хотели в то время участвовать в Олимпиаде, им было неудобно, что у них там, ну, что-то не хватает, да, и они себе так наращивали, такие чехольчики делали, и это вот как раз, многие комбинаторы говорят, что об этом говорится, что тот, кто пренебрегает союзом Авраама Вина, то есть, тот, кто стесняется того, что он еврей, в Амегале Панимбе Тура Шелока Аллаха, тот, кто открывает лицо Торы, не как по закону, то есть, есть люди, у тебя, например, видите, у меня книжечка, это комментарий, Рава Вадя Исеф, Анап Эд Савод, вот, то есть, есть, я готовлюсь Рабейну Йона, то есть, я готовлюсь по Рава Вадя Мебартанура, то есть, все классические источники, да, классика, а есть, которые, например, объясняют Тору, что это все вообще не имеет значения, что тут там, и они объясняют, вот, то, что там, Кабала, Лайтман, вот эти все штуки, они объясняют, как им в голову взбредет, это Кабала наука вдруг стала, там, ну, и так далее, то есть, это называется все, тот, кто объясняет Тору, открывает лица Торы, не по закону, не как, вот, есть Аллаха, это как установлен закон, несмотря, что есть у него в руке Тора и добрые дела, то есть, как мы знаем, что мир стоит на трех вещах, Тора, служение и добрые дела, и вот тут, значит, человек, который, он что-то учит, соблюдает, делает заповеди, делает добрые дела, но в итоге, приходит он на небо, говорит, вот я, как бы, всю жизнь работал, соблюдал заповеди, все, ему говорят, а ну-ка мы сейчас посмотрим, сейчас мы тебя проверим, по рабе Элизара Мудаи, запросам, и начинают его проверять, если он был, пренебрегал этими самыми святым, если он пренебрегал праздниками, полупраздничными днями, если он людей делал, ну, как бы, позорил публично, да, если он пренебрегал союзом Амраа Мавину и открывал лицо в Торе не по закону, ему говорят, что вы знаете, гражданин, вы прожили прекрасную жизнь, но вечной жизни вы лишаетесь, все, значит, нету у тебя Хелека, или Лама Ба, скажут ему, и будут правы, потому что, рабе Элизара Мудаи предупреждал, надо было служиться, все, давайте сделаем выводы, что надо обязательно делать, к святому надо относиться очень аккуратненько, к святому очень-очень аккуратно надо, и чем ты ближе к святому, тем аккуратнее надо быть, дальше, ни в коем случае нельзя никого позорить прилюдно, ни в коем случае нельзя позорить вот эти полупраздничные дни, лучше перестраховаться, все, что связано с Богом, все, что связано с святостью, если есть сомнения, лучше или спросить узнающего человека, но именно узнающего человека, или же перестраховаться и где-то там, ну, не сделать или сделать, и, значит, нужно гордиться, если вы в союз Авраама Мавину вступили в этот союз, надо этим гордиться, и вот тут очень интересная такая граница, это, да, как в Мишле царь Соломон говорил, ашры адам мифахетта мид, счастлив человек, который все время боится, то есть, что он бояться должен, он должен бояться нарушить волю Бога, и нарушить слова Торы, всего остального бояться не надо, то есть, все страхи, они должны исчезнуть, кроме одного страха, нарушить волю Бога, если, как мы уже учили, и радхи, то, кодеметли, хахмато, если у человека есть страх согрешить, больше, чем его знания, тогда его знания будут устанавливаться, они ему помогут не согрешить, и, еще говорил царь Соломон, что тот, у кого есть страх перед Богом, страх перед небесами, он пройдет в любой ситуации, и примет правильное решение, то есть, вот этот вот страх перед Богом, он заставляет в нужный момент, вырулить, вырулить на правильную дорожку, то есть, если просто задать вопрос, как бы сказать, вот я Бога боюсь, Бог, помоги мне, пожалуйста, он и выруливает на правильную дорожку, все, напишите, пожалуйста, свои выводы, напишите, пожалуйста, свои, как бы, то, что для вас в этом уроке было важным, ценным, что вы поняли для себя, и что вы планируете теперь сделать, исходя из того, что вы поняли, все, удачи, успехов, и до завтра, до завтра, до завтра с Божьей помощью я успею, да, все, пока, удачи.